Всем большой привет! Меня зовут Ена, и сегодняшнее видео будет посвящено исключительно подаркам на мой день рождения и стартам в честь моего же дня рождения. Стартов будет много, стартовать им буду в течение всего месяца, и видео будет состоять из разных таких нарезочек. У меня была возможность передать кое-что из России, и вот девочки мои собрали мне подарочек, и сама себе я купила небольшой подарочек, и увижу я его где-то только через дней 5-6. Ну и там уж буду дальше думать, потому что, как мне намекнули мои подружки, что, возможно, там будут еще какие-то основы, мол, типа не выбирай сейчас все, а я сидела разбиралась с основами, вот. И они мне намекнули, мол, вдруг там что-нибудь подходящее будет. Тем не менее, я уже нарезала несколько основ, обметала, что-то подобрала, и даже два старта уже было. Расскажу, как я решила выбирать старты, потому что изначально в результатах сентября я говорила, что я хочу стартануть все свои желанные, давно желанные схемы, которые я там купила 5-7 лет назад, и все никак не начну. Я не ожидала, если честно, что мне на день рождения подарят достаточно много электронных схем, и я решила все-таки, раз уж подарили, надо все поначинать. Вот. Значит, ну и главным моим стартом, который я именно запланировала себе на 5 октября, был старт схемы со мной. Ксюша, моя подруга Ксюша Бамбулу нарисовала мое любимое дерево, Жакарандум, которое цветет в Аргентине и в ноябре. И вот я начала уже вышивать эти сиреневые облака. Здесь вышло уже более 25% от работы, и я надеюсь, что до конца этого видео мы... Вернее, к концу этого видео я похвастаюсь финишем. Ну, вы, наверное, уже видели на превью в каком-то состоянии. Значит, пока идет все замечательно, несмотря на то, что я полукрас не очень люблю. Есть у меня некоторые опасения насчет протяжек. Я здесь все-таки делаю небольшие протяжечки, потому что я подумала, что закреплять все равно будет видно. Я не умею делать вот эти вот... Не то чтобы не умею, я могу сделать микрозакрепку, но она мне не внушает доверия, поэтому я делаю такие основательные закрепки. Но я надеюсь, что на... Это Моника 14-го каунта. Я надеюсь, что здесь она все-таки светит, именно вот когда так все совсем просвечивает. Ну, думаю, что ничего видно не будет. Ну, разберемся, потому что наверняка я захочу эту работу в том числе и оформить. Дальше. Дальше будет то, что непосредственно эту работу Ксюша сделала именно схему. Сделала не к моему дню рождения. В день моего рождения она выпустила другую схему. Если вы еще не видели, такая хэллоуинская девочка очень миленькая. Я оставлю ссылку на Ксюшну группу, там можно будет посмотреть. Значит, я сначала тоже порвалась ее начать, но подумала, что, во-первых, у меня есть две уже, значит, четыре работы от Ксюши, и они у меня все равно в приоритете. И наверняка, если я еще и третью начну, я буду все равно отдавать приоритет вот этим двум. Ну, этой и та, которая у меня еще раньше была начата. Поэтому я подумала, что еще и с основой я не могу определиться. Начну, но попозже. Вот. Дальше покажу, что мне непосредственно подарили на день рождения. От каждой девочки, мне что-то дарившей, я решила выбрать по одной схеме. Ну, кто-то мне одну схему подарил, а кто-то подарил две схемы, например, как моя ненаглядная Наташа. Значит, Наташа мне подарила две схемы. Одна схема — это осенний букетик от Евгении Полуэктовой. А вот вторая схема — это та, которую мне прям вдруг поспичило, прям именно пятого числа начать. Но я изначально планировала пятого октября начать только одну схему, вот эту вот жакаранду от Ксюши. И что-то уже в ночи совсем, думаю, нет, надо еще и начинать глобус от Марины Хачановой. И смотрите, ткань не обрезала как положено, не обработала эти края. Вот как было, вот так взяла и побежала вышивать. Вышила совсем немного, но мне было важно именно пятого октября начать эту работу. Значит, глобус, да, я же еще и учитель географии, а пятая октября — это же еще и день учителя, поэтому вот такая вот красота пока всего лишь одним цветом повышевалась. Но главное, что я начала и буду тоже продвигать эту работу. Итак, две работы у меня уже начаты сегодня. Ну, потом я сделала пару дней перерывчик и вышивала, собственно, как раз жакаранду. И планирую я сегодня, вот закончу снимать и начать еще две работы. Полина мне подарила три схемы в одном стиле от Пуночки. И я думаю вышить ее все три на Эдинбурге. Значит, я здесь единственное, что пока не определилась, как я буду шить в одну или в две нити. Ну, наверное, все-таки выше в две нити. Пусть это будет все-таки, так это более выпукло, но нормально насыщенно. Не знаю, посмотрю. Я пока еще чуть-чуть сомневаюсь. Значит, там будет баннер, который я хочу сделать с закладочкой, и два таких кружечка, которые я хочу сделать. Двумя, наверное, игольницами я сделаю. Одна будет побольше, другая поменьше. Ну, в общем-то, я почему Эдинбург выбрала? Потому что хочу именно вот в таком небольшом размере. Потому что 16 сантиметров, по-моему, там даже чуть больше 16 сантиметров получается баннер. Ну, закладка, мне кажется, больше. То есть на 14-м вообще не вариант. Даже на каком-то... Ну, в общем, я не хочу какую-то громоздкую закладку, хочу небольшую. Поэтому будет вот, наверное, пуночка начатая. И еще думаю, что я сегодня начну второй шарик от Марины Ханчановой, который мне подарила паренька. Это будет Хэллоуин. Я, кстати, хотела прикинуть немножко так. Посчитать, сколько же стартов у меня должно получиться в зависимости от того, сколько человек мне подарили схемы. Вот. И что-то я считала-считала. Видимо, то ли я... Не то, чтобы это так сложно посчитать, но что-то как-то... Хочется же еще от себя выбрать схему. Одну, как минимум, точно. И я пока так и не выбрала. Поэтому я так и не свела общие счеты со своими новыми схемами. Поэтому даже я не знаю, сколько в этом видео. Мы посмотрим новых стартов. Приветики. Вот, вот. Это мой. Это мой прекрасный мой. Восхитительно. Маркетс тоже, как вы понимаете, впечатлен. Значит, небольшая предыстория. Соня. Я Соню попросила. Соня, значит, которая у меня ручки делает. Соня сказала невесомое. И я сказала, окей, там немножко ниточек и иголочки. Ну, потом я поняла, что Варенька что-то от себя захочет положить. Потом я уже поняла, что не только Варенька. Знаю, что там из того, что я купила. У меня есть некоторые подозрения. Одну вещь мы открыли. Это тоже ржанка. Вот я когда до нее дойду... Ну, мы открыли. То есть Соня открыла, когда она была в России, потому что я сказала, открывай. И вот. Поэтому я подозреваю, что у меня есть пластиковая канва, потому что меня про нее спрашивали. И что еще? Еще я подозреваю, что там могут быть спины, потому что я говорила, что я хочу. Все остальное я не знаю. Ну, нитки мои и волосы мои. Нитки мои в смысле будут. Так. Что-то Соня открывала, потому что ей надо было это все предложить, и мы были не уверены, что Соня все возьмет. И все остальное она взяла. Так вот. Кошки тоже больше всех надо. Давай. Давайте посмотрим то, что и так уже вот на виду. Это вот, я говорю, пластиковая канва, она невесомая. Вот. Я не думала, что она будет в таких масштабах. Сколько же тут есть. Обалдеть. Обалдеть. Сколько пластиковых канвей. Значит, я купила себе в прошлом году один единственный листочек. Вот кошке уже точно нравится. Тебе нравится? Один единственный листочек белой канвы. И я ее, значит, не использую, потому что у меня же один листочек. Я очень тщательно пытаюсь продумать сюжет, чтобы не выбрать какую-нибудь ерунду и не вышить на этом единственном листе ерунду. Но вот теперь мне можно будет не думать об этом. Значит, голубая. Восхитительный цвет. Голубая, на самом деле, очень красивый. Черная. Что это? Это белая? Белая. У меня какая-то другая марка, которой вот тут вот фигнюшечка. И мне даже кажется, моя невесомая. Вот так. Ну что тут вот начинаешь трясти? Темно-синяя. Очень классная. Это вот поплотнее. Но я свою даже из пакета не доставала, и она, мне кажется, прям вот именно тоньше. Видите, какая я неопытная в пластиковой конвей. Это какая-то такая коричневенькая кофе с молоком. И это, наверное, прозрачная. Вот. Чудесно, чудесно. Так. Большое-большое спасибо. Да, мне они вот очень зашли в плане очень нужная вещь, хорошо держат. Но я подумала... Я сама хотела просто купить, а потом подумала, что обойдусь. Так, но всего купила. Ой, какая прелесть. Осень. Открытки. Чудесно. Слушайте, Антон Чехов. Но это я потом читать буду внимательно. Такая красивая. Что-то очень красивое. Дайте посмотрю. Вот. Карачаево-Черкесия. Восхитительно. Надо ехать. Надо лететь. Смотрите. Южный Урал. Ну, просто. Я, естественно, как географ, за именно географические объекты больше цепляюсь даже, чем за... Нет, ну это восхитительно. Это просто... Это просто восхитительно. Значит, я сейчас еще одну покажу. Не хотела я все показывать, да? Ну-ка так все покажу. Значит, у нас есть в Аргентине такой город Ушуае. Называется там на краю света, да, город. Считается самым южным городом планеты. И там вот тоже поезд. Ну, не такой, немного другой. И я хочу туда именно осенью. Ну, вообще там всегда красиво. Я просто активно слежу за аккаунтом туристическим этого района. И, конечно, там и зимой красота. Особенно, когда ты зиму не видел там восемь лет. Сколько я уже зиму не видела, можно, в принципе, даже съездить посмотреть. Я не скучаю по этим временам года, потому что я их не люблю из-за того, что они холодные. Но они очень живописные. Вот, поэтому я это очень ценю. Давайте еще то, что уже и так открыто. Открыто? Так. Тут тряпочки. Ой, тут что-то от Саши Грин. Смотрите, какая прелесть. С котиками. Ой, ну какая прелесть. От Полины, Наташи и Вари. Восхитительно. Так. Какая штучечка. С сердечечком. Как там надо это показывать? Не знаю. Это, наверное, вот отсюда. Да, вот. Слушайте. А я, значит... Ой, какая прелесть. Это же нить вдеватель. Бог ты мой. Короче, если это вдруг не видно, это... Если кто-то не знает, это часики, часики. Я, значит, думала, что если вдруг мне девочки все-таки подарят эти самые пины, с чем бы они могли быть. И я вот думала, что обязательно будет что-то рыженькое. Смотрите, какая прелесть. Как это показать? Ну, понятно, да? Я же еще снимаю камеры не фронтальные. Я вообще не знаю, что там видно. Какая птичка. Теперь надо понять, что это за птичка. Потому что я не профессионал. Ничего не понимаю. Я бы ворону еще отличила. А это что-то... Не знаю, кто это. Но очень красиво. Мне кажется, очень страшно будет это все сломать. Какая же прелесть. Ой, это тоже очень красиво. Так вот, я часики даже и не предполагала, что может быть такая красота. Очень прикольная. Очень мне нравится тоже такой весенний. Смотрите, прямо на все времена. Рыженькая она осень. Это вот на весну. А это птичечка универсальная. Безумно красиво. Надо это куда-то положить, чтобы не потерять. Есть подозрение, что это, наверное, Полина кратила, да? Скажите мне, да? Какая красота. Бог ты мой. Я не знаю, как у меня еще со светом, потому что я как пришла домой, сразу села вот тут вот поярче, мне кажется, а тут такое прям понежнее. Это, наверное, изнаночка. Ой, ну классно. Это чья теперь, знаете, сколько буду страдать и мучиться, чтобы выбрать, что здесь вышить. Фиолетовый безумный красоты. Он как будто бы с серым. Ну не как будто бы, а по-моему, он с серым. Очень красиво. Вот эти вот разводы, они очень прям едва ли уловимые, но очень-очень классно. Я, как человек, уже пробовавший красить сама, мне очень интересно, что и на изданке получается. Вот. Очень красиво, очень красиво. А я выбирала тут основы же, да, и помню, Полина написала, чтобы я не торопилась. У меня сейчас, опять-таки, свет у меня прямо в глаза, я не очень понимаю. Очень нежненькое, такое, сиреневенькое. Очень-очень нежненькое. И я реально не понимаю, где лицо, где есть на ноге, вот сейчас, в нынешнем свете. Возможно, это, потому что мне оба варианта кажутся очень нежными. Но я потом при нормальном освещении, когда мне не будет в лицо бить свет, посмотрю. О, это очень круто. Я же, значит, вышиваю сейчас пол, а он у меня на такой, ну, то, что я называю, грязная тряпка. И очень на нем эффектно, на этой грязной тряпке эффектно смотрится. И я думала, что вот, жалко, у меня нету еще одной. Это, наверное, что-то, это лен, что ли? Похоже. Прям вот что-нибудь такое длинненькое и хэллоуинское надо вышить с какими-то яркими тыквами. Так, это на кота баюна. Это на змея горныча. Такая молодая. Да, это DMC, а я еще купила ПНК. Я, да, вот это должно быть ПНК. Это на лам. Ламы я решила, что икрю я брать не буду, я просто куплю обычную икрю, а вот эти вот куплю. И купила. И какая-то куча иголочек. Какая-то, за которую я и сказала. смотрите, какая куча. Я покупала ПОНИ, но в совершенно другой упаковке в прошлый раз. И вот в другой упаковке мне они вообще не понравились. А эти вот с красным ушком, а эти с голубым. И я подумала, ну как-то у меня не будет голубых иголок. Обязательно откупить. посоветую Вареньки. Варенька говорит, хорошие иголки гамма, бери. Я посмотрела на цены и подумала, даже если они не хорошие, по-моему, нормальные иголки. Вот, я взяла прям вот вот так и вот так. У нас просто нет 28-ых, поэтому я взяла много 28-ых, но 26-ые мне тоже очень хорошо заходят, поэтому я вот так вот закупилась. Теперь можно развести еще больше процессов для осеннего настроения. У нас нет дома. О, боже, о, боже мой. Смотрю я, значит, видео Ксюши Бумболы, и она рассказывает про осенние сюжеты и говорит, была у меня вот такая машинка, но я ее подарила и себе новую заказала. Думаю, кому это Ксюша подарила машинку такую? Так она мне нравится, эта машинка. Смотрите, кому это Ксюша машинка подарила. Ксюша огромное спасибо. Я на самом деле подумала, когда ты об этом упомянула, но как-то совершенно не рассчитывала, потому что мне казалось, что Милхилла там точно нет. Соня фотографировала немного вот это все упакованное, и соответственно мне казалось, Милхилла там нет. Ой, ну это очень приятно. Теперь мне три Милхилла. А ты же я так переживала, что у меня всего два Милхилла. Ни одна пояс синего не осталось. Какая прелесть. А это что? Для покрасочных экспериментов. Очень интересно. Даже представить не могу, что там может быть. Какая полость. Какая тряпочка. Слушайте, ну это же линь, это же прекрасно. А я как раз собираюсь покрасить. Я как раз краски купила. Это очень очень кстати. Большое спасибо. Такая огромная большая простыня. Очень хорошо. Я прям отчитаюсь в следующем видео. Ну или в каком-то из. Вот, да, и это было для маникюра. очень-очень. Мы посмеялись. Ну вроде все. Да, все. Я же ничего не потеряла, не забыла. Огромнейшие девочки, вам спасибо. Мне безумно-безумно приятно. Я прям это побежала стартовать. Красить или чего-нибудь. Ну в общем, что-то я побежала делать. В первую очередь пойду спрячу Ксюшин, вернее наш портрет от Ксюши, потому что это, конечно, да, произведение искусства, которое надо бережно хранить, пока мы не нашли ему рамочку. Рамочку. Большое всем спасибо. Раз уж я при маникюре грех не снять в этом ракурсе. На самом деле просто хочу показать вам кое-что поближе. Значит, день после распаковки и наверное сколько недели прошла с времени первых стартов, ну больше уже недели. Я начала два старта на свой день рождения, но у меня день рождения весь месяц будет праздноваться, поэтому сегодня покажу вам еще старты, которые были и старты, которые сегодня будут, я надеюсь, которые должны были быть вчера. Давайте по порядку. Значит, я раскрыла, вот развернула специально, роняла я не специально, а вот разворачивала специально ниточки от савиного леса. У меня сегодня пасмурно, поэтому немного давайте на беленьком буду показывать. Вот, свет вот такой. Я не помню, уже говорила или нет, хочу попробовать покрасить не только ткани, но и ниточки. Вот, что-то они в развернутом виде не такие привлекательные, как скрученные, да, темнее кажутся, но это опять-таки наш пасмурный свет, так вот тень падает. Я поэтому раскручивала, смотрела примерно, прикидывала, что тут, насколько часто переходы проходят. я просто первый раз держу в руках нитки ручного окрашивания и единственное, что я видела до этого, это то, что я показывала в итогах сентября, в покупках сентября, нитки, вот эти селекционные DMC, Ancora и еще одна бразильская фирма, но это все-таки вещи разные, поэтому мне было интересно посмотреть вот на это. Значит, эти нитки я купила на Лам, как я сказала, я их начну, но попозже, и я думаю, что я начну именно с них знакомство свое с Савиным лесом, потому что вот эти, я тоже их, ну, вы наверняка это все знаете и видели, потому что это очень-очень популярный сюжет, это, как я говорила, на Кота Буюна и на Змея Горыныча, ну, Змея Горыныч, мне кажется, менее популярен, я вторые не открывала, потому что они абсолютно такие же, единственное, что там вот зеленых два, моточка синего один, ну, там, короче, цвета такие же, состав другой количество. Значит, что я хотела сказать, я хотела сказать, что на это я взяла ДМС, да, на пробу, и что я, в общем-то, хотела, на самом деле, начать с них, но давно я это хотела, то есть, я когда выбирала, я думала, что я начну вот с Кота Буюна, потому что, да, он популярный, да, его все вышивали, но мне очень нравится, но потом, разговаривая с подругами, Полина вышивала уже и Кота, и, какого там, Рыбу Кит, и Полина вышивала на натуральном и ДМЕ, а у меня был один отрезочек, отрезочек, вот такого винтажного, по-моему, он как раз в рекомендациях, как мне не бисит вот эта штука черная, дайте я ее попробую выковырить, значит, он, по-моему, в рекомендациях идет, я тут за кадром пока ковыряюсь, не, это я еще больше разговариваю, значит, вот так покажу, а, ну, тут волосы, понимаете, если не один дефект, то другой, вот этот вот цвет, как ни крути, волосы будут, вот этот цвет, он, по-моему, идет в рекомендованных самим совиным лесам, но я сначала переживала, что у меня всего один отрез такой, то есть я выщу кота, например, а на змеи не хватит, а потом, когда я увидела, что Полина вышивала на натуральном, а у меня натуральный только кэшел, а я не хочу увеличивать каунт, потому что значит, я взяла на два, змея Горыныча я взяла, потому что он больше всего понравился Маргитесу, и я, в общем-то, лелею надежду, что мне хватит вышить и кота, и змея, и еще на кита останется, на рыбу кита, поэтому я не хочу увеличивать каунт, я хочу оставить это все на 32-ом каунте, на льне, на Белфасте, поэтому я планирую это купить, а начать я могу вот с лам, потому что начать и то, и то, конечно, было бы идеально, в моем случае, но будем надеяться, что кто-нибудь полетит, например, в США, и там я закажу основы на вот эти сюжеты, и вообще, может быть, мне не понравится, а если мне не понравится, что я буду делать? Ну, я к тому, что мне не понравится, что мне может не понравиться, мне может не понравиться закрывать крестики сразу, они мне могут показаться какими-то там не такими кривыми, или еще что-то, но это я себя не настраиваю изначально на вот этот негатив, я просто как бы вот одна из версий, И, ну, с другой стороны, почему это должно произойти, пусть мне все понравится. На эту работу я думаю, что я тоже возьму, кстати говоря, натуральный цвет, наверное, кэшу. Что-то как-то все скучное, будет все одно натуральное. Но она такая реально универсальная, очень классная основа в плане цвета. Я сначала, кстати, думала про Еву, но потом подумала, что Ева светлее. В общем, когда начну, тогда и покажу. Но я решила, что в октябре уж я все-таки буду начинать исключительно подарки. Если время останется, значит, я там начну и то, что я сама себе дарила, покупала и так далее. Но вот пока я буду начинать актуальные именно подарки. И у меня уже две работы тоже вот так символически, но начаты. Это шарик Марины Хачановой, холуминский. Очень хорошо пошло, но я буквально повышивала там часочек. И это был подарочек от Вари. Один из, да? Вот. И, значит, у меня как раз оставался кусочек Моники такой темный. И я решила, что на нем... На этом, кстати, я вышивала палатку от Алисы Агнес. Вот. Значит, ну, шарик вы, наверное... Давайте я покажу, может быть, шарик. Как он примерно будет выглядеть. Вышла я здесь буквально там 1%. Но вообще как-то месяц у меня еще хуже, чем сентябрь в плане продуктивности. Вот такой будет шарик. А тут вот я виднеюсь. Так. Это, значит, один старт. А второй старт это баннер от Пуночки. Мне его подарила Полина. Большое тебе спасибо, Полина. Я здесь вышла уже 10%. Значит, Полина мне подарила там как бы типа серия, да, баннер. И еще будет 3 сюжета. Нет, еще 3 нет. Их всего 3. Баннер и еще 2 круглые штуки. Вот такой вот будет. Из того, что я уже начала. Вышиваю по ключу. Решила я шить на Эдинбурге. Потому что я хочу из этого сделать закладку. А из круглых хочу сделать замену вот этому родству. Которое у меня получилось. Потому что мне не хватило там ткани. Вы знаете, уродство уродство. Но я ей активно пользуюсь. Потому что в красивые мне вот жалко тыкать иголки. А в некрасивые, пожалуйста, на здоровье. Я прям иногда сижу и так вот пихаю туда. Вот. Но хочу сделать все равно красивую, чтобы пихать в красивую все-таки. Может быть, я когда-нибудь себя переселю и смогу это сделать. Кстати, почему мне вот такой формат больше зашел, чем без корню. Ну, понятно, что без корню я вообще жалею. Потому что она прям вообще красивая. Ну, у меня одна единственная без корню с лисинчиками. Потому что без корню вот пины нормально. Как бы у них есть, да, вот это вот стоп. Куда, докуда может зайти в глутве, дальше уже не пойдет. А для иголок нет. А я иголки сюда активно тоже втыкаю. И в без корню у меня просто, если потом кошечка лапочкой наступила, я там нечаянно попой села, иголка туда так и исчезла. Потому что она достаточно глубокая. А здесь это не происходит. Поэтому для меня вот такая штука чуть практичнее, чем без корню. Вернемся к актуальности. Значит, вот два у меня символических старта было. Потому что символические. Потому что я их начала, один день вышла и больше к ним не прикасалась. Ну, я вообще, вчера я почти вообще ни к чему не прикасалась. Поэтому вот так. Но цель у меня какая? Поначинать всякого. Чтобы ни один из подарков не остался лежать годами. Сегодня я планирую... Значит, вот по поводу этих, да. Я уже говорила, что у меня не было никаких сомнений по поводу ткани. Здесь оставалось, я хотела темное. Здесь я хотела Эдинбург, потому что... А у меня был единственный Эдинбург. И вот так совпало, что и цвет тоже подходил сюда. Потому что я хотела Эдинбург, потому что я все хочу уменьшить. Я не хочу себе огромную закладку. А она и так вот... Ну, мне кажется, для закладки вот эта вот ширина... А здесь еще же будет, да. Уже как бы такая не тоненькая. А если бы она еще и была на какой-нибудь линде или еще чем-то... Значит, у меня такая жирная закладка. И то же самое про эти самые игольницы. Мне хотелось максимально это маленькое. И, кстати, не страдаю. Я на Эдинбурге. Нормально все. То у меня здесь вышивается, может быть, кривее крестик. Но мне кажется, на лине всегда как-то вот ткани при плетении нити, они более подвижные. Поэтому там как-то можно все это дело уложить чуть лучше, чем даже на той же Мурана, которая каунтом побольше. Значит, давайте не будем на этом долго останавливаться. Пойдем дальше. Я вообще-то планировала вчера, но, видимо, будет сегодня еще два старта. Я что-то по два делаю, да. В первый день я два стартанула, потом вот стартанула подарки от Варьи и Полины. И планирую стартануть еще две штуки. Сейчас я попытаюсь это все внести. Значит, первая у меня... Это вот такая вот луна. Что-то я сейчас уже все заляпала. Сейчас я протру тут за кадром, чтобы не так уж мои пальцы видны были. Вот такая вот луна от Татьяны Дружининой, по-моему, ее зовут дизайнера. Блин, как всегда. И, значит, я здесь долго мучительно выбирала основу и вроде как остановилась на вот этой. Вот я сначала боялась, что темно, что сольется. Но Ксюша Бамбола, Ксюша, тебе тоже большой привет, убедила меня, что на ней лучше играют звезды, все дела. Кстати, меня спрашивали космический маникюр у меня по поводу старта. Ну, вот эту работу можно, в принципе, притянуть к космической теме. Да, это девушка Луна. Там у нее еще в коллекции у дизайнера есть еще девушка Солнца. И, значит, я вот определилась этой тканью. А потом мне, значит, пришел уже подарочек. И тут тоже фиолетовая ткань. И я даже на минуточку засомневалась, не поменять ли мне на эту. Но она все-таки такая, вот это более, да, ночная. То есть вот все-таки Луне, наверное, гармоничнее будет на оттенке вот таком. А это очень красивая, но она посветлее. И немножечко про другое. Наверное, я ее все-таки оставлю на что-то другое. Не буду менять. И плюс я ее открыла, она чуть-чуть короче. И с учетом того, что это все-таки Линда, наверное, все-таки у меня там будут очень маленькие запасы. Потому что вот это у меня Моника 28-й, здесь 27-й. Как бы совсем впритык делать не хотелось бы. Потому что если вдруг эта девушка будет как-то оформляться, то ну хоть какой-то воздух ей все равно нужен будет. Я не смогу ей прямо к носу пришить там что-то или поставить багет. Вот. И это был подарок от Настюшки. И я его планирую сегодня начать. Я, кстати, тут это восхитительными пинами, своим новым подарком. Размечала центр. Разместила тогда вот, ну как-то. За... Это она сейчас вдвое, поэтому не втыкается. Значит, оставила вот так вот. Пришла кошка. Лапочкой так чик-чик-чик. И пошла. И уже почти утащила. Я прям испугалась. Думаю, во-первых, она укульется. Во-вторых, ну... Сейчас начнет это все скидывать. Вот. Поэтому здесь у меня центр как бы не отмечен. Потому что кошка отменила все это у нас. Зато у меня будет же второй старт. И второй старт у меня будет. Вот на таком винтажном льне тридцать второго аккаунта. Я решила... Это был подарок от Юли. Юль, наверное, не совсем вообще поняла мой выбор. Потому что я часто говорю, что я люблю Юлю Золотову. И Юль мне подарил любую схему из группы Юли Золотовой и Кати Саитовой. И я выбрала схему Кати Саитовой. Алтай. А не, как казалось бы, может быть. Логичнее было бы выбрать схему Юли Золотовой. Значит, почему я выбрала схему Кати? Дело в том, что я давно хочу повышевать что-то у Кати. И мне очень нравится. Вот Алтай. Там еще одна есть схема по подобной иллюстрации. Ну, в общем, Алтай действительно место, в котором мне хотелось бы побывать. И как географу, и, в принципе, как человеку просто путешественнику. Ну, и в целом мне очень нравится картинка. И вот я решила, значит, взять эту схему. Потому что Юли Золотовой, у меня много схем. И прям самые-самые желанные уже начатые. Чуть менее самые желанные есть в запасах. Ну, а все остальное, оно мне тоже нравится. Но оно еще чуть менее желанное. Поэтому я подумала, что давайте лучше, наверное, я вот давно желаю с Катей познакомиться, как с дизайнером, да, повышевать ее работы. И вот выбор пал на эту схему. Значит, что я здесь буду делать? Видите, здесь небо тут вот полукрестом. И я решила этот полукрест отменить. И вышить просто на вот такой основе. Здесь так получилось, что это был у меня уже отрезочек вот такой. И разводы, видите, горизонтальные. Мне кажется, прям вообще идеально. Я потом выбирала, кстати, еще на другую работу тоже эту основанную только Монику. И там получались разводы вертикальные. Ну, тоже как-то все хорошо. Но вот в этой работе именно я прям еще не знаю, как они лягут. Мне очень хотелось, чтобы они были горизонтальные. И вот все совпало. Поэтому как бы вот будет такая работа. И полукрест я вышивать не буду. С радостью я отсчитала здесь угол. Потому что, ну, во-первых, действительно, я не знаю, из-за того, что, возможно, иголочки красивенькими, приятнее считать, чем обычными там булавками. Ну, прям как-то легко пошло. И я сначала даже как-то немножечко сомневалась. Думаю, да, из центра начну. А потом я думаю, у меня же иголочки есть. Нет, я посчитаю. И я посчитала. И вот наметила центр. И уберегла от кошки, что немаловажно. Поэтому будет вот у меня сегодня еще один старт. И единственный старт, который я хоть как-то продвигала, но я думаю, что это было уже в серии про продвижение. Это вот Жакаранда. Ну, наверное, не буду спойлировать. Скоро вы ее увидите в неком другом формате. Не буду спойлировать. Это все будет в этом же видео. Просто чуть-чуть попозже. Просто пока у меня этого еще нет. Друзья мои, прошла неделя. И я готова рассказать вам, что мои нерождественские старты как бы плохо движутся. Значит, плохо движутся в том плане, что я на неделе усиленно вышиваю девушек Боха. Вот у меня план. Надо его все-таки выполнять. И старты у меня получаются только на выходных. А на выходных много, помимо всего этого, других активностей. Поэтому, в общем, так сказать, все понадкусывала, ничего особо не продвигала. Ну, за исключением я сейчас кое-что покажу. Сегодня у нас суббота. И я планирую сегодня-завтра поначинать много разных небольших вышивок, которые были подарками от моих зрительниц. Я потом каждую расскажу, какая от кого. Но сейчас пока просто анонсирую. Я купила достаточно много каких-то схем. Ну, вот, на те подарки. Схем, которые либо вышиваются на пластике, либо собираются в объемные игрушки и так далее. И вот несколько схем я специально выбирала именно для пластика. Потому что мне же подарили пластик. И я теперь готова, в общем-то, пробовать. Поэтому у меня такая двойная эмоция. В первую очередь из-за того, что, в общем-то, новые старты. Радость, радость. А еще старты именно на новой основе. Я подозреваю. Ну, это мое такое ощущение, что это будет не сильно отличаться от вышивки на бумаге. Но все-таки пластик, он немножечко другой. Другой. Вот. И, ну, посмотрим. Вот. Причем, вроде как, для будущих стартов я выбрала не белый пластик, а именно цветной. Ну, в общем, мы это все посмотрим детальнее в следующем включении. И посмотрим все старты, которые у меня на данный момент есть. Но один справа, вот я вам сказала, что там все понадкусывала, ничего не продолжаю. Значит, я все-таки одну работу так это двигаю, потому что, во-первых, у меня же ее попросили. Которая должна была быть мне. Это жакаранда. Она здесь, вы можете видеть, закончена. Но я ее буду переделывать там кусочек. Сейчас объясню и тогда уже покажу в полной красе. Значит, я ее вчера вечером закончила. И поняла, что, ну, в общем, поняла, как, посоветовавшись тоже с девочками. Поняла, что буду кое-что менять. Значит, мне, когда я смотрела вот просто, мне не светило все-таки. Хотя я уже говорила, да, что, по-моему, говорила, что вот эти вот лепесточки, которые... В какой-то предыдущей серии. Лепесточки вот эти вот, они... Ну, я там делала протяжки. И, как ни странно, вот здесь, например, где протяжки цвета темнее, и вот здесь, они мне не светят. А вот эта вот, она мне тоже до определенного момента не светила, пока я не сняла на видео и не сфотографировала. И я начала ее прям очень сильно видеть. Ну, ее, их. Их тут несколько. Поэтому я вот этот участок распорю. Он мне прям вот, да, виден. А остальные, ну, на просвет, наверное, видно. А когда оно лежит, там не видно. Вот. А вот здесь очень сильно видно. Значит, у нас с девочками там голоса, грубо говоря, разделились. Кто-то сказал, ну, да, видно. Ну, и что это все? Типа продолжение сиреневого полета лепесточков. Но вот я еще раз повторю, что вот в этих вот, в боковых, они меня почему-то не весят, а вот здесь вот поменяю. Так что вот перешью и покажу. Я еще пару слов по поводу этой вышивки. Я, значит, эту Монику уже постирала. И у меня тут образовались пятна. Я подозреваю, что это потому, что я вывесила на улицу сушить. И, может быть, это от прищепок осталось. Потому что это покрал. Ну, я посмотрю. Они видны только с изнанки, к счастью. Но я надеюсь, что они даже с изнанки отстираются. В общем, что я хочу сказать по поводу Моники. Я вообще очень боялась бэкстича в чистом поле. Вот этот вот ствол, вот эта девушка. Я думаю, господи, выглядит классно. Ну, как же это жить? Это же страшно. Это же вот, да, тоже там все светить будет и так далее. Но, как мне странно, это оказалось не настолько страшно. И вообще, вот эти вот протяжки действительно меня, именно от лепесточков, напрягают гораздо больше, чем бэкстич. Значит, бэкстич, а я, вышивая по Монике уже постиранной, поняла, что не хочу я больше никогда в жизни вышивать бэкстич на Монике. Вот так вот, в чистом поле. Потому что она какая-то прям вот уж очень, не знаю, рыхлая. Вы знаете, мне даже от льна, кажется, такое вот ощущение нет, как от Моники. Поэтому вроде как здесь, ну, я снова буду стирать. Сейчас вот все распорю, переделаю и потом еще раз постираю. Я надеюсь, что это ничего провисать не будет. Хотя вот на изнанке я вижу некоторую такую местами подспущенность. Вот, но в принципе, кривизное дерево, я еще сначала страдала, думала, может быть, надо здесь делать выкладную нить. Но дерево, если вы смотрели выпуски, и прям вот вообще внимательный выпуск смотрели именно про жикаранду, вы, наверное, знаете, что дерево это, у него ствол именно вот такой, знаете, не гладкий. И он именно и по форме очень изогнутый, и по структуре коры она такая вот прям вся вот кривая. Такое, знаете, загадочное дерево из какого-нибудь сказочного леса с такими вот изгибами. Поэтому я думаю, что все вот эти вот неровности, и даже если где-то двойной бэкстич будет как-то там расходиться, это только украсит дерево девушка в одну нить, поэтому с ней как-то не так страшно. Но все равно там были, например, стежки бэкстича, например, на 4-4,5 крестика, которые вот как бы невозможно закрепить, да, потому что, например, на пол крестика в сторону. Поэтому риски, вот на ногах, по-моему, такой был один раз или два. Поэтому риски определенные, что вот это вот что-то куда-то поедет, они, конечно, имеются, но я надеюсь, что все будет нормально, и когда я это все натяну, то тоже все будет хорошо. Значит, вот так это выглядит на изнанке. Я как-то вчера уже почти дошивала, достала, и на изнанку смотрю, думаю, что как-то некрасиво получается. Потом поняла, что это изнанка, вот, посмеялась над собой. Так что вот так. С девушкой было, кстати, сложнее, потому что там совсем в чистом поле, и там есть места, которые надо вот прям, скажем так, очень дробный бэкстич. И я там считала и очень боялась ошибиться. Я один раз ошиблась, мне пришлось распускать, я прям очень сильно страдала от этого, потому что, как я вам говорила, что, ну вот, когда распускаешь черные по белому, они там эти ворсинки остаются, и есть, конечно, надежда, что в воде это все отстирается, но вот как-то мне не нравится, мне это нервирует. Вот, и вижу я сейчас, не знаю, наверное, вам на камеру все-таки видно не будет, там при очень определенном ракурсе видно, как немножечко отделяется нога девушки. Ну ладно, это я, конечно, все продираюсь, понятно, что она сейчас мне отстирно не отглажена, когда натянется, все будет нормально. Но это я к тому, что немножечко, может быть, что-то там будет провисать, но я надеюсь, что нет. В общем, мне очень нравится, и я себе хотела, ну раз уже это не мне, в итоге оказалось, потому что изначально планировалось мне, я подумала, что я себе тогда, наверное, хочу сделать на Единбурге, и, возможно, в одну нить. Я хочу, чтобы она была поменьше, чтобы поставить ее себе на прикроватную тумбочку. Не то, чтобы это не влезет, она влезет, но она как-то будет очень громоздко смотреться, и как-то не... у меня очень маленькая такая тумбочка. Вот, и я решила на Единбурге. А сейчас, думаю, если на Монике мне не нравилось вышивать так вот объем на такое количество бэкстича в чистом поле, то, наверное, на Единбурге мне еще меньше будет нравиться. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, буду переделывать вот это, и будут новые старты. В следующем включении посмотрим, что там за новые старты у меня были в эти два дня и на прошлой неделе. У меня, знаете ли, такой эмоциональный момент. Соберусь начинать последний свой день рождественский старт. Это будет... ну, который я сама себе подарила, в общем. До этого я начинала подарки друзей и подписчиков, а сейчас от себя любимой. И вот это будет совинный лес. Значит, выбирала я ткань относительно быстро. Это кэшелл натуральный. Значит, почему-то безумно мне на нем нравится, как смотрится икрю. Я купила коробку, чтобы они не путались с теми, которые у меня уже были, потому что на этот дизайн много, но он будет. Поэтому вот буду прямо матовичками. Ну, пойду сейчас вот это вот перемотаю и прямо начну. Решила начать из угла. И, в общем, да, прям немножко страшно и немножко волнительно. Не знаю, почему страшно. Наверное, страшно, потому что вдруг мне не понравится каждый крестик закрывать. сразу же. И вообще интерес пропадет. Ну, короче, через секундочку покажу вам, что там у меня получается. В конце октября у меня там что-то голос барахлил. Несколько дней я вообще говорить не могла. Потом я разговаривала очень странным голосом. А потом у меня еще и аллергия началась. Поэтому, в общем-то, я ничего не записывала. Потом я вошла вот в этот, знаете, режим, когда ничего не записываешь. И как-то уже и не хочется. Господи, боже мой, как бы мне выучить язык-то нормально русский. В пару. Там три сюжета уже есть. Еще один в пару. Пять, одиннадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Девятнадцать крестиков. Класс? Класс. Ну, не помню. Что-то я выходной у меня выпала. И надо было же две штуки начать. А у нас еще там друг пришел. Мы что-то праздновали. Ну, что-то праздновали, наверное, мой день рождения. И, в общем, вот надкусила. Все. Ну, классно. Это Луна. Девушка Луна от Татьяны Дружининой. Подарочек от Настюшки. Большое спасибо Настюшке. Я там, конечно, немножечко загонялась в плане выбора основы. Подарок от Юли. Юль, большое спасибо. Привет тебе огромный. Значит, Юль мне сделала подарок. Любую схему на выбор из группы Юли Золотовой и Кати Саитовой. Давно у меня, кстати, в Хачушках была схема Алтай. И я ее начала. Значит, начала я ее вот на таком Белфасте винтажном. По-моему, блендов тут не было. Поэтому вообще все чудесненько пошло. Давно я не вышивала на Белфасте. Тем более светленьком. Так что в удовольствие какое-то время Белфаст был моей самой-самой любимой основой. У меня вообще, наверное, как-то вкусы на основы периодически меняются. То я Аиду вообще не люблю. То я, значит, обожаю Белфаст и мелкий каунд. Потом я вдруг внезапно фанатка Линды. И совсем не брезгую Аидой. К слову, а не брезгую Аидой. Следующие мои работы будут на Аиде. Их будет несколько. В видео про мой день рождения с анонсом будущих стартов я оставляла, в общем-то, варианты передать мне подарочек. Да, денежный подарочек. Чтобы я на него потом купила какие-то очень желанные мною схемы. Вот. И, собственно, сейчас мы посмотрим те самые подарочки от девочек, которые мне их сделали. Что же я выбрала? Значит, первой была Катя Екатерина. Большое вам спасибо. И я выбрала... Я очень хотела гирлянду от... Ирины ее? Петренко, да? Вот. У нее там, она вместе, есть группа ВКонтакте. Я оставлю ссылку, естественно, на все схемы. И, значит, вот она в группе с Мариной Хачановой. Там разные прикладные схемы, прикладная вышивка. И вот я смотрела-смотрела, наблюдала-наблюдала за ней. Там, по-моему, в самом начале года началась гирлянда. Я думала, что там будет все именно в новогодней тематике. А потом там начались какие-то такие неновогодние игрушки. И, помню, я увидела фотоаппарат, и он меня прям покорил. Я начала как бы следить более внимательно, что там еще будет. Потом там появилось кресло. Восхитительное кресло. Ну и, в общем, я поняла, что я хочу. Поэтому первый же подарок я сразу купила именно эту гирлянду. И начала с фотоаппарата. Взяла кусочек аиды, который у меня оставался от какого-то набора, где я заменила. Потому что здесь все, естественно, полностью зашивается. И, в принципе, нужна такая достаточно твердая основа. Поэтому вот так. Ну, начала я. Начала не очень много пока вышло. Да, там, по-моему, 4 элемента в фотоаппарате. И потом они будут сшиваться. Я уже хожу, смотрю на все пуговицы. Потому что там же объектив с пуговичками, затвор с... Тоже там. Ну, в общем, куча всяких элементов надо будет пришивать. И я, естественно, рассматриваю, что бы мне пригодилось. И что лучше будет. И так далее. Значит, еще раз большое спасибо Кате. И переходим к следующему подарку. Валерия. Подарила мне тоже подарочек. Вот так. И я купила себе пряник. Очень давно я хотела пряник. Это уже кто? Швецова. Ну, в общем, они все в одной группе. Вот, да, в этой где. С Мариной. С гирляндой, которую я вам только что показывала. И пряники новогодние. Ну, новогодние пряники. Эта тема уже достаточно долгая. То есть они не первый год. И появляются новые схемы. И вышиваются различными девочками. И вот я смотрела, 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 смотрела. И поняла, что я хочу. Причем кто-то вышивает на пластике. А я долго анализировала. Тоже сначала думала, что вот пластик куплю и выщу. В итоге пластик, когда у меня появился. Там и я купила, и мне подарили. И я поняла, что мне больше нравится, как оно в игрушке. И я купила себе, ну, вот, Валерия. Мне подарила пряничек в виде веночка. И вот я начала, причем начала, видите, и тот, и тот, оба сразу. Ну, на самом деле, мне было проще сразу понять, какое тут расстояние. Потому что я там это вот все высчитывала. Тоже начала на Аиде. И вот она, мне кажется, помельче. Это 14-я была эта. Хотя, а, да, вот. Я помню, я их прислоняла одну к другой. И через дырочки было понятно, что они одного аккаунта. Хотя вот это вот выглядит гораздо более рыхлой и крупной. А это выглядит как-то поменьше. Ну, неважно. Мне, в принципе, не очень принципиально. Я не на елку это буду вешать. А у нас принято, например, в доме на дверку вешать перед Рождеством какой-то символ. И обычно это именно веночек. И вот здесь как раз веночек. Я подумала, что можно будет вешать на дверь. Ну, на входную дверь, да, в подъезде. На этаже. Вот. Чудесно все. Ну, тут я повышевала двумя цветами. Но, тем не менее, я прямо предвкушаю. Скоро буду вышивать новогодний сюжет. Что-то у меня вот я обычно не очень любила. Ни Хэллоуин, ни Новый год. Вот эту тематику именно в вышивке. А что-то последние годы вот все меняется. Дальше покажу еще кое-что на Аиде. Это уже был подарок от Вики из Норвегии. Вика, большое тебе привет. Значит, я купила две схемы. Но одну я купила до. Того, как Вика мне ее подарила. Но. Она мне почему-то ассоциирует с Викой. Поэтому Вика, я немножечко смухлевала. Значит, одна у меня схема осенняя. Такая чудесная. Весьма примитивная. Я думаю, что я, возможно, чтобы не вышивать вот там по ключу какое-то количество цветов и переходы очень красивые. Я думаю, что все-таки я, наверное, какой-то ниткой с переходом хотела бы вышить часть дизайна. Вот именно ниткой с переходом. Но посмотрим это я пока. Пока я это думаю, я начала схему, которую у меня ассоциирует с Викой. Почему с Викой? Значит, ну, во-первых, потому что мне кажется, Вика чуть ли не самая первая начала показывать в сторис какую-то халуинскую атрибутику, тематику и вообще украшательство все эти. А во-вторых, ну, там, сейчас вы поймете. Значит, в вашем внимании представляется Дракула. И не простой, а свинишка. Вот. Ну, Вике, я надеюсь, ты понимаешь, почему. С винишками меня ассоциирует с тобой. Вот. И я красила основу на эту работу. Ну, там, на самом деле, полный зашип. Ничего видно не будет этого. Но мне хотелось попробовать. И поскольку мне тоже хотелось наиди, чтобы она была поплотнее и получше, держала форму, я подумала совместить это все дело. Почему? Значит, на эту работу предлагали взять черную основу. А у меня из черной основы была только гамма. И я, и там, вот, я начала с, с зада Дракула. Там вышивается очень много именно черными. И смесью черного с 37,99. Я подумала, что я ногами черным по черному просто вообще глаза сломаю. и я подумала, что я покрашу. И посмотрим, если цвет будет не очень темный, вот как у меня в итоге получился, посмотрю, будет ли светить или нет. Но в итоге вот я начала. Я не знаю, может быть, что-то и светит на камеру, но мне кажется, все это, ну, светит, типа, не критично. Вот. Просто не хочется, естественно, чтобы Дракула был с проплешинами, поэтому вот, хотелось бы, чтобы ничего не светило. Но мне кажется, они когда вот плотненько собираются, ничего там не светит. Начала с зада, здесь будет перед. Я увидела эту игрушечку, там их 4, котик, сова, летучая мышь и Дракула. Ну, Дракула прям вообще шикарная. Значит, по схеме у Дракула в волосах должна быть тоже волосатая нитка, но я решила, что у меня нет этой волосатой нитки, ждать там еще в море погоды неизвестно когда. Начну так вышивать и думаю, что без волосатой нитки он будет прекрасен. Очень все приятно вышивается, очень здорово и основа такая веселящая у меня получилась. Да, я сама ее украсила ради эксперимента. Большое спасибо, Вика, за твои подарочки. Продолжим про окрашенные основы. Значит, я получила подарки еще от Вики, теперь уже Вики из Америки. Вика, привет тебе большой. Вика подарила мне схему осеннюю с трамвайчиком от Алисы Акнес. Очень классная, очень мне давно она нравится. И вот я на нее тоже красила основу, потому что там сверху, да, там все желто-рыжее, трамвайчик красный, а сверху немножечко неба. И я вот долго думала, что же мне за основу выбрать, потому что обычно на белом я вышивать не люблю. И я подумала, попробую-ка я сделать основу такую типа винтажную тоже, с имитацией неба. И не буду вышивать этот кусочек голубым. И мне кажется, у меня получилось, ну у меня получилось пятно. Вот здесь вот пятно. Вообще, видео про то, как я красила основы с подробностями, да, оно уже, я надеюсь, вышло. И думаю, что вы его посмотрели. А если не посмотрели, то ссылку я прикреплю. Мне голубой цвет показался очень-очень ярко-голубым. Я его смешивала с серым. И, видимо, вот как-то не очень хорошо растворилось, смешалось голубое с серым. И вот получилось пятно. Но я там крутила же, крутила-укрутила и поняла, что что вот в такой позиции вот это вот все зашьется и ничего этого видно не будет. Естественно, мне хочется быстрее, скорее двигаться вот в эту сторону, чтобы это все зашить, потому что бесит меняет пятно, если честно, раздражает, конечно. Но, опять-таки, ничего страшного, она зашьется, видно не будет. Но я все равно начала из середины практически. Ну, не совсем середины. началась трамвайчика. У меня получилось не очень много, но я даже бэкстинч уже повышевала. Не знаю, видно вам или нет, но там номер трамвая. Причем номер трамвая там был какой-то другой, а я его заменила на 23. Вот. Поэтому ну, мое любимое число, все дела. Вот такая красота получается. Большое тебе спасибо, Вика, за твой подарок. Я считаю, что я прям потрудилась с этой работой и ну, на фоне всего остального тоже так неплохо продвинула. Дальше продолжаем крашеные основы. Значит, на следующую работу я красила основу несколько раз. Первый раз, в общем-то, я, это было пробное. Получилось, что светленькое мне не нравится. Я переделала другую. Значит, это у меня было две схемы, которые мне подарила Ксюша Малинка. Ксюша, большое тебе спасибо за твои подарочки. Мне было очень-очень сложно выбрать, с какой же начать, потому что и шмелей в лаванде я безумно-безумно хотела давно уже. А вот с этой схемой все было понятно. И так, поэтому я начала ее. Это схема от Овечкиных Забав. Я всегда говорила, что я бы сама себе ее не купила. И когда я выбирала и советовалась с подружками 150 раз, а может такую, а может это, а может вот это. А потом спросила на маркетинге. Маркетинг мне говорит, ну фиолетовая с оранжем, типа это классика, вот бери классику. Я поняла, что я не хочу классику-то. Что хочется чего-нибудь другого. Ну и вот начала на зеленом. Я говорю, похожа на лес? Он говорит, нет, не похожа. Ну ладно. Значит, вообще я схему, вернее, этот отрез, он был больше, но там отрезать снизу 10 сантиметров мне показалось совершенно нелогично. Я покрасила весь. И в итоге начала не с середины, а вот поднялась сюда, и с 10 сантиметров отчитала. Почему? Оно сверху такое, потемнее цвет получился, и мне хотелось бы, чтобы вот вверху, короче, вот это было бы видно больше, чем низ. Низ, он как-то посветлее. Вот, поэтому я немного их сместила и начала с той ведьмы, которая стоит к нам задом, с ее шикарной шляпы. Вышивается все достаточно, ну я тут тоже тогда на фоне всего остального неплохо продвинулась, шляпа почти, почти, ну ладно, нет, кончик только готов, да, а вот поля не готовы, но там все достаточно просто, смены нити, конечно, есть, но не то, что прямо совсем частые, не бесячие, по-моему, даже блендов на этом участке не было. В общем, я очень довольна, немножечко меня пугает, конечно, что там большинство вышивается вот такими серо-бежевыми цветами, и единственное яркое пятно это оранжевая тыква, поэтому, в общем-то, я решила, что основа мне нужна прям максимально яркая, чтобы вот это вот все балансировало с достаточно скучными оттенками нитей. Дальше, дальше мне подарочек сделала моя невышивальная подруга Полина, наверное, Полина не смотрит видео, но на всякий случай, Полине все равно привет. И я приобрела две тыковки от Саверки, обиженная мне изначально больше всего понравилась, и вот я решила ее прикупить. Почему? Хочу же попробовать пластик, и вот пробую. Значит, я начала обиженную тыкву на черном пластике. Не знаю, как тут светит, не светит. В общем, думалось мне, что это очень похоже на бумагу, но это не очень похоже на бумагу. Ну, в общем, это похоже, конечно, но не то же самое. Я сначала начала иголкой той же, что я вышивала на мелхилл, да, вот бумагу. И, конечно, у меня там палец чуть не отвалился, потому что туго оно там все проходило, приходилось вырывать это все. И я заменила потом иглу на потоньше и все пошло гораздо легче, проще и быстрее. Я не вырезала, как вы понимаете, шью вот прям так с листа. Ну, во-первых, там мне страшно, что я что-то там пересчитаю, обсчитаюсь и так далее. Слышала несколько раз от девочек, которые вышивают на пластике, что вырезали там неправильно и пришлось там модифицировать схему, поэтому они там какие-то у них игрушки получаются косые, кривые. Ну, не критично, конечно, но я к тому, что я же буду это знать, мне это будет бесить, поэтому я решила начать вот так начать, меньше париться, меньше времени тратить на отсчеты. И, по-моему, вот это единственная работа, которую я два дня повышивала, ну, единственная из всех остальных, которые я вам пока показываю, кроме жакаранды. Ну, прикольно. прикольный пластик, мне в целом очень тоже понравился, это немножечко другое, мне тяжело продевать с изнанки эту иголку, чтобы закрепить нить. Я иногда даже прямо оставляю этот хвостик, меняю нить на бисерную, которая совсем прям вообще тоненькая, и тогда получше, а вот если нет, то как-то прям сложновато. И еще один подарок, который я начала на пластике, это был подарок от Марины, от Марины я себе приобрела Деда Мороза из Азербайджана. Значит, у Ксении Дмитриевой есть группа Деда Морозов из разных стран, и вот я думала-думала, какой же мне больше, с какого я хочу начать, с какой мне больше всем нравится, я думаю, что я несколько все-таки вычью, но вот решила я начать с дедули из тех краев. Я, кстати, вот здесь отсчитывала-отсчитывала, потому что я хотела начать там, по-моему, есть какой-то бленд, и вот чтобы не с бленда начинать, что-то я там вот, как вы понимаете, отсчитывала, и все равно вот один крестик, одна клеточка у меня осталась. Я, конечно же, мне же надо все это экономить, потому что у меня же мало пластика, но вот не сэкономила одну клеточку. Начала, да, я вот с колпака, с головного убора, и вот чуть-чуть вот так вышло. Но я, кстати, думала, что черный, интересно, тяжело ли вышивать вечером, ночью на черном пластике. Ну, нет, вообще, было все легко и комфортно, вот пока я иглу только не поменяла, было сложновато, а потом все пошло замечательно. дальше, последний мой старт был подарком от меня любимой, самой себе. Я сделала себе подарок, купила себе первый свой савиный лес. Начала на кэшле натурального цвета, это номер 52, я просто говорила там в видео про основы, снимала видео про все мои запасы тканюшек, и там я говорила, что они отличаются, я вот проверила по карте равномерок, она у меня есть, и что действительно есть 53, 52, и вот они немножечко отличаются, вот это вот 52, он чуть-чуть посветлее, безумно мне нравится, и он не только посветлее, к чему я это все кстати говоря, многие говорят, что кэшл он как марля, тонкий, бла-бла-бла, вот этот вот прям твердый, но это 52 цвет, он чуть-чуть темнее 50, ой, светлее 53 и гораздо плотнее, если вдруг вы не любите кэшл, попробуйте вот этот, прям такая мешковина классная, ничего там не светит, мне кажется, ну по крайней мере как обычный Белфаст или обычный кэшл, который действительно там как марля и так далее, вот это точно не марля, это мешок, значит, я покупала только два цвета коричневый с переходами и синий с переходами, икрю я купила вот, коробку целую, здесь в Аргентине, какой же красивый цвет, вы знаете, прям я обалдевала, я когда выбирала цвета, цвета основы, потому что у меня несколько натуральных оттенков, и я вот смотрела, где, чего, как, куда, ее прикладываешься к основе, они прям аж, прям блестит, говорю, как, а раньше мне казалось такой дурацкий цвет, в общем, что я хочу вам сказать, очень прикольненько, я начала из угла, вышивала, 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 до сих пор, думаю, что-то меняет, обманули, цвет не меняется, не меняется, потом начал, как меняться, прикольно, в общем, я здесь немножечко страдала, что надо же делать как-то либо протяжки, протяжки большие, иногда по 8 клеточек, я такие никогда не делаю, больше 6 себе не позволяю, а тут, ну, придется делать, ну, во-первых, как бы ладно, там все зашьется, видно не будет, дело не в этом, делав привычки, потом я уже все-таки себя убедила, что, во-первых, тогда же и нитка будет меньше тратиться, чем если все время закреплять, ну, и в общем, я удивляюсь прям своей изнанке, никогда у меня такого не было, ну, прикольно, думала, я боялась, что закрывать каждый крестик мне не понравится, но в итоге даже, может быть, и лучше, я боялась, что крестики будут кривые из-за того, что я их каждый закрываю, ну, кстати, тоже нет, кривые, по-моему, у меня не из-за этого, ну, не из-за этого, но, кстати, да, кривые у меня, вот как раз и крю, которые я не, не сразу закрываю, ну, светлые, не, не всегда кривые, ой, вообще, кому это надо, кто кроме меня видит эти мои кривые крестики, представляете, какой у меня чудесный магнит, я вам никогда не показывала, а он у меня уже давно, а у меня еще есть еще один, сейчас я вам еще один покажу, вот еще, тоже такой, патриотический магнит, вот еще есть, вот такой, господи боже, как же показать-то, вот так, на него приклею, вот, чудесный, чудесный, думала, что будет быстрее, как-то вот, то ли из-за того, что считать надо, а, ну да, я же ошиблась, тут 50 раз, вот, вспомнила, значит, из-за того, что там кажется, что все так, это просто, я начала вот это вот, делать, смотрю, расстояние между ними там, семь крестиков, между следующими, вот тут тоже семь крестиков, ну, я так и пошла делать дальше, потом, что-то я решила свериться с схемой и обнаружилась где-то вот здесь, что нужно вообще-то восемь, я распорола, сделала здесь восемь, потом вернулась, думаю, надо все посчитать, а там вот здесь семь, здесь семь, здесь восемь, семь, семь, восемь, и пришлось обратно все распарывать, в общем, надо быть, конечно, повнимательнее, потому что вот это вот все расслабляет, потому что кажется, что там вот такая закономерность, а там немножко другая закономерность, это совиный лес, и давайте же посмотрим, что же у меня получилось с финишем. Вообще, я не планировала такое длинное видео, но я и столько стартов не планировала. В общем, все, кто досмотрел до этого момента с ужасом, думая, зачем столько стартов, зачем, куда и вообще, у меня для вас есть финиш для самых стойких. Прекрасная я и Жакаранда оформлена. Значит, что я хочу сказать в свое оправдание. Во-первых, большущее-большущее спасибо Ксюше. Это схема Ксюш Бомбола, которая мне любезно дорисовала бокал с вином, поэтому теперь два варианта есть. Вы можете найти их бесплатно, кстати, в группе у Ксюши. И Ксюша в мой день рождения выпустила новую схему, которую, собственно, мне любезно тоже подарила. Я ее не начала только потому, что я начала вот эту. И, честно говоря, уже просто никуда ничего не умещалось. Но, значит, я изначально начала вышивать вот эту как бы себе. Но появился человек, который очень-очень меня сильно попросил вышить эту схему для другого человека в подарок на день рождения. У нее день рождения в ноябре. Как раз цветет Жакаранда и так далее и тому подобное. Поэтому, если говорить про оформление, я бы себе оформила немного по-другому. Мы когда... Я ездила, смотрела тоже... Мы вместе выбирали багет. Были у нас там другие варианты, но в итоге вот получился этот. Когда мы смотрели другие варианты, там был чудесный, вообще очень-очень прекрасный багет в таком сиреневом-сиреневом оттенке, легком... С легкими потертостями. Ну, не с легкими, а с нормальными потертостями. Такое, типа под дерево. Он пластиковый, да. Очень-очень это выглядело нежно, классно. Но, поскольку это подарок все-таки начальнице, было решение принято взять что-то такое чуть более официальное, скажем так, чтобы не было совсем по-детски. Вот себе, наверное, когда я буду вышивать, я в итоге оформлю вот в тот багет. Он прям вообще... Прям милота, весна, и очень-очень уютно из-за вот этих вот потертостей. У меня еще интерьер такой, да. У меня дома мебель вся такая потертая, деревянная. У меня... Хотя у меня сиреневого цвета особо нет, у меня больше голубой, но он такой... Короче, я жалею, что я не сфотографировала, чтобы это можно было показать. Там причем есть сиреневый и такой же вот с таким же стилем глупой. Мы его приложили один вниз, другой вверх, и обе такие, а можно вот так вот снизу одного цвета, сверху другого цвета. На самом деле можно, но это, знаете, когда определиться не можешь. Ну, короче, вот, а получилось в итоге вот это. Ну, я тут, конечно, кое-чем недовольна, но я уже отпустила эту ситуацию, потому что, на самом деле, очень, там, 150 раз все передумала. Не я, а заказчица, скажем так. Поэтому, как бы, столько раз все переделать невозможно. Если бы выбирался другой багет, то вот этих линий бы не было, да, свободных, потому что он такой, там, обычно захватывает как раз вот эти 5 миллиметров со всех сторон. А вот тут вот так вот получилось по-другому, зато снизу как-то больше захватилось. Но в итоге, в любом случае, мне нравится. Я сделала несколько фотографий, когда, перед тем, как отправлять девушке, надо принять, скажем так. И выглядит, конечно, это очень-очень симпатично, очень мило. Я надеюсь, что человеку, которому это будут дарить, ей тоже понравится. Вот, чудесная-чудесная девушка. Как вы понимаете, я буду эту работу вышивать еще раз уже себе. Я даже хотела в процессе начать уже и параллельно ее тоже вышивать, но все-таки решила чуть-чуть подождать, потому что, ну, к ноябрю уже я не успею вторую работу, а немножечко меня вот бэкстич в чистом поле, конечно, утомило. Я решила так это взять в паузу, но очень-очень классно. Мне обязательно хочется ее иметь на своей прикроватной тумбочке, потому что все-таки это я. Я так и не решила. Единственное, что я не решила, буду ли я себе вышивать с бокалом вина или без. Потому что и так, и так мне очень нравится, но вот. Ну, вот так, так. Это я смотрю, знаете, что очень много раз, значит, здесь ничего в плане бэка не провисло. Но, когда я это натягивала, бывало, что какой-то хвостик из закрепки вдруг куда-то вот уходил. Хотя я оставляла достаточно такие коротенькие, но все равно что-то там распушалось. И вот, например, от черного ствола вот там видно было. Приходилось все это вот как бы убирать, где-то подрезать, где-то возвращать на свое место. Ну, в целом, я считаю, что, в принципе, все получилось очень достойно. А по аргентинским меркам более чем достойно. Поэтому вот такой чудесный финиш у меня тоже был, чтобы вот, да. Не только старты, не только старты. Прям красота, красота. Прям красота. Все, на этом я с вами прощаюсь, потому что и так все это очень было долго. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца, до самого интересного. Я надеюсь, что мы увидимся в следующих сериях. Я надеюсь, что вам было интересно. Расскажите, какой из стартов, который не закончился, вы будете ждать больше всего. А, кстати, самое важное это. Я говорила, что я в октябре буду стартовать свои самые-самые желанные, давно желанные работы. Схемы, старты, по наборам и так далее. И в итоге ничего не начала, потому что начинала старты. Я повторюсь, я не ожидала, что их будет так много. Поэтому ноябрь будет месяцем стартов теперь вот этих желанных, давно желанных схем. Короче, если в этом месяце у меня была куча стартов, то в ноябре будет новая куча стартов. Так что увидимся в следующих сериях. До новых встреч. Пока. Пока.